На этой простой схеме попытаюсь объяснить вам три типа итальянского дыхания или итальянской поддержки звука, или как по-русски говорят опоры, так называемой аподжо. Повторяю, что аподжо, неважно какого типа это аподжо, оно всегда предполагает стабильность гортани и некое движение вниз. Начнем с аподжо номер один. Аподжо номер один применяется при очень легком пении, фальцетном пении или очень легком классическом пении. В этом же случае мы видим, что абдоминальные мускулы живота, или просто мускулы живота, давят снизу вверх непосредственно на легкие, и основной опорой в данном случае являются вокальные связки. Вокальные связки сопротивляются, давление вызывает фонацию звука, так называемый Бернуй эффект. Для того, чтобы звук был более качественный и более полетный, необходимо образовать здесь в глотке пространство, которое будет способствовать хорошей акустике. Теперь аподжо номер два. Это уже аподжо классическое. Оно потребляется также в таких типах пения, как, например, нигру спиричулс. В основном этот тип самый популярный, когда абдоминальные мышцы живота, я опять, так сказать, тавтологией занимаюсь, просто мышцы живота давят, так сказать, на легкие, но при этом диафрагма, которая разделяет легкие и мышцы живота, пассивно сопротивляется этому давлению. Зачем необходимо пассивное сопротивление этого давления? Во-первых, при более интенсивном звуке, при более классическом звуке, вокальные связки уже не способны без форсировки воспринимать то давление, которое присутствует уже при классическом пении. Поэтому диафрагма абсолютно необходима для того, чтобы образовать этот мощный полетный звук. Но вот этот аподжо номер два. Этим аподжо номер два и ограничиваются в основном классические певцы. Но аподжо номер три, самый необходимый вид аподжо, и самый такой драматический вид аподжо, этот вид аподжо позволяет петь огромным голосом без форсировки и умение петь пиано, например. Редко, когда драматические певцы владеют таким средством, как пиано. Часто драматические певцы просто переходят резко на фальсет, минуя медзаводча, потому что медзаводча, или мессадиводча, например, такой эффект, просто им недоступен. Ихняя диафрагма в пассивном состоянии не в состоянии регулировать звук, она только в состоянии его немножечко держать в узде. Но контролировать его до конца она не может. Это объясняет также тем, что происходит в третьем типе аподжо. В принципе, это то же самое, что и второй тип, только диафрагма уже не пассивно оппозиционирует, сопротивляется нижнему движению, а активно по надобности. То есть, когда только тот момент, когда ларикс испытывает некое добавочное напряжение, и ваша глотка, в этот момент певец аподжо регулирует и балансирует это сопротивление с помощью движения диафрагмы вниз. То есть, диафрагма на самом деле не движется вниз, но у нас ощущение, что она движется вниз, так как она сопротивляется и не дает этим силам, так сказать, ее свернуть. То есть, по-английски называется коллапс. Если она провалится, тогда звук начинается или быть форсирован, или просто вы теряете, так сказать, точку опоры. Поэтому в третьем случае аподжо, значит, те же силы, что и во втором, мышцы живота, диафрагма, вокальные связки, но при этом диафрагма играет роль не просто пассивного оппозиционера, а очень активного. Она практически выполняет роль, я бы сказал, как у того же пианиста, выполняет роль пальцы. Это инструмент для динамики, этот инструмент для контролирования интенсивности звука и не допущения его форсировки. Так что вот три типа аподжо. Почему они оба называются аподжо, я уже, кажется, объяснял. Если нет, повторю. Тип дыхания, который связан, как бы, когда вы давите сверху вниз, этот тип дыхания был именно разработан в Италии. Потому что другие школы, например, французская, в свое время, не обращала внимания на так называемую позицию гортани. Многие школы пели как попало, и сейчас многие поют как попало, к сожалению. Но вот этот аподжо, третий тип аподжо, он, соответственно, хорош для соответственного пения. То есть первый вид аподжо очень применим к фальсетному пению или очень легкому, суперлегкому классическому пению. Второй тип аподжо, это классическое аподжо. Пользоваться этим аподжо во время драматического пения, более интенсивного, лирико-драматического пения или драматического пения, очень опасно, И просто может привести к большим проблемам В лучшем случае это просто голос будет звучать некрасиво Он будет звучать, но он будет звучать некрасиво Третий вид аподжио Те, кто владеет, он применим к любому типу пения Драматическому, недраматическому Но особенно необходим для тех, кто думает о красоте звука Его свободе, полетности, силе и большой оперной карьере Спасибо за внимание